Доброе утро! Допустим. Оуу! Вы как-то отделаетесь, да? Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Что, начинается... Киталай! Что, неarezсь... Сиденье. . Чтение и перевод или только чтение? Ну там какая значит, что написано? Чтение и перевод. Чтение и перевод. Чтение и перевод. Чтение и перевод. Чар, ходить, водить, жить. Чарья, это странствовать, жить, тоже образ жизни. Наман, это имя. Имя или по имени? Имя. Веда, вид. Знать, ведать. Веда, вид. Видимо это знать, веду. Знаток вед. Да. Да. Все. Веда, отбор на лучший выбор даст. Веда, делать выбор, выбирать. Приноми. 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 Я выбираю. Савитри. Имя богини. Савитри. 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 Кар, делать. Куру, сделай. Веду. Крыта. Сделанный. Ш. Чру. Случить или слушать в том числе на слух изучать. Ш. Чру, слушай. Китар, отец. Матар. Матар. Это мать, это родители, тхармак. То есть вы поняли, да? Двое папа, это родители. Это только в некоторых словах. Это ворове, да, схеме? Справедливый. Это очень справедливый. Дочь. Кутри, а, нет. Кутра, это сын, да, мальчик. А Кутри, это девочка, дочь. Ух, сколько слов. Тукха, счастье. Вот как следующее читается точно, я не знаю, но я предположу, что Духха, это не счастье, горе, зло. Дарш, это видеть, Даршана вид. У Даршана, это в частности и философские школы. В Индии считается нету философии как такового. Есть шесть школ. Вот они называются Даршана. То есть точка зрения. Да. Прия Даршана. Приятный, милый вид. Раджан, это царь, князь. Кстати, хотел спросить, чем отличается обычный Раджа от Раджана? Обычный Раджа от Раджана ничем не отличается. Просто одно слово на А, а другая на Ан. То есть разные типы склонения. Опять для стихосложения? Опять для стихосложения? В частности, да. Но есть исторические предпосылки этому. Но и те исторические предпосылки не исключено, что они связаны с стихосложением. Как он? Да, хорошо, я понял. Рррррррррррррррррррррпати. Это царь тоже? Он же Гурка, он же Жора. Царь, ну как образовано слово? Понимаете? — Не совсем. — Ну, было у нас нара. Что такое нара? — Герой. — Герой — человек, да. Значит, от нара — нар, точнее, наоборот. А пати? Что такое пати? — Ну, вечеринка. — Вокруг. — Я знал, что вы скажете. Вот эту гадость, но это не то. — Что такое пати? — Полный круг, вокруг. — Марин, что вы говорите? — Не город? — Нет. Давайте, конец книги открывайте и быстрее. — То есть, ищем, что такое пати, да? — Да. — Пати-пати. — Я в ряду. — Ветеринка. — Не предлагайте. — Да. — Ветеринка. Ветеринка не подходит. — Жаль. — Как бы это дрались, которые раньше? Еле-еле. Могу глаза разомкнуть. — Да. — Смотрю телефон, думаю, ну вот. — Есть корень пад — это летать-падать. — Летать-падать. А пад еще нету, что ли? — Нет. Пати дальше — господин хозяин, муж, повелитель царя. — А, да-да-да. — И, кстати, этот ганеш — это тоже гана-пати. — Очень. — То есть, повелитель... Конечно, это от корня охранять вообще, но повелитель людей. Понятно, да? — Угу. — Чтобы потом не спрашивать, чем эта цель отличается от того целя. — Да, тогда могу. — Ну, то есть, как повелитель людей и тот повелитель людей, в принципе, то есть... — Ну, тот Раджан, он же и однокорневой с латинским «рекс», то есть... ...слово, женское слово «регина», оно однокорневое с древнеиндийским «раджан». — Нифига себе. — Вот так оно, в 5 утра. — Марина, ты записываешь? — Поехали дальше. — Хорошо. Следующее слово — «нрпатэ». Я так понял, что это просто царь склонений, да? — В местном падеже, по-моему. — Да-да, это просто царь в этом местном падеже, где полковка «эл». Ну, «эл» — латинское, да? — Да, «эл» — латинское. — Угу. Потом дальше тут идёт вот это слово с опечаткой, которое я принял за проям с саргаха и не мог перевести. — Да-да-да, такой бред получался. — Да, вообще. Ну, получилось, что я ошибся, и слава богу, мне коллеги... — Ну, в общем... — Вставили. — Да. Ну... Ну, типа того. — Невольно. — В общем, получилось тогда так. «Пратха-маха саргаха». — То есть это «а» — оно не настолько отчётливо, Николай, оно... «Пратха-маха саргаха». — То есть буквально как вот в воздух уходит. «Саргаха». — Я это знаю ещё, потом я ещё не получаю ещё. «Пратха-маха саргаха». А это первая глава. — Да-да-да. — Потом слово «махабхарата». Поэтому «махабхарата» и... — А переводится-то как? «Махабхарата». — Нет, «махабхарата» — это фигня, это... переводится как? — Ой, ну как бы... «Великая битва потомков Бхараты». — Ну, да, если подставлять слова, то да, но... — А так вообще «великая Бхарата». — Да. — По сути. «Бхарата» — это... древнее название... ну, как один из вариантов — древнее название Индии. — Ну, это этноним. Понимаете, что такое этноним? — Нет. — Дайте древнюю субботу не очень. — А воскресенье что, понимали? — Ну, надо попробовать. — Запишите себе этноним и разузнайте, что такое этноним. чтобы... — Мы поговорим в следующий раз о Бхаратах. И «Махабхарате» — Николай, как переводится? — А, да, и последнее. «Махабхарате» — это в местном падеже букв «кэл». — Да, латинское «л», да. — Латинское «л» — это значит «в эпосе Махабхарата». — Да, да, хорошо. Читает, значит, «г», «зеленоград» читает, наоборот. — То же самое, да? — Да. — Хорошо. «Махабхарате» — местный падеж, «Махабхарате». «Махабхарата» — эпос индийский. «Прадхамах» — саргах. Первый отдел, первая глава. — Да, сарга. «Нырпате» — царь в местном падеже. «Нырпати» — царь. «Раджан» — тоже царь, князь. «Прия дартчан». «Дарщан». «Дарщан». «На». «Ща». «Ща». «Приятный вид». «Дарщан» — вид. «Дарщ» — видеть. «Духа» — несчастье. «Сукха» — счастье. «Сукха» — счастье. «Парама» — «Дхармиках». «Высшая справедливость». «Дхармиках» — справедливость. «Существительное же это, да?» «Да». «Дхарма» — «закон». «Питарау» — «родители». «То есть, если слово заканчивается на висор, значит, там было всего окончание «с». А «с» — у нас окончание применительного пробежа большинства существительных и прилагательных. То есть, уже ни глагол, уже ни основа чего-то. «Может быть, и очень справедливо и высшая справедливость?» «Да». 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 «Существительное и прилагательное». «Так я же говорю существительное и прилагательное. И то и другое в санскрите не различается». «А то есть, когда я переводил «справедливо» и «очень справедливо» — это тоже было правильно, да?» «Да». «Это тоже было правильно, смотря вот какое время суток просто...» «Время суток — санскрит». «Резонно». «Дальше». «Дальше». «Матор» — «Мать». «Питар» — «Отец». «Черну» — «Слушай», «Щру» — «Слушать». «Помните, да, что однокорневые?» «Шру» и «Слушать» — это одно и то же. «Замена Р» и «Л» — это вообще сплошь и рядом. На каждой улице. «Крта» — «Сделанный». «Куру» — «Сделай». «Кар» — «Делать». «Савитри» — «Савитри» — имя богини. «Врноми» — «Выбирай», а я выбираю. «Вар» — «Выбирать». «Вара» — «Выбор». «Веда» — «Вид». «Знающий веды». «Ну, скорее все-таки знаток». «Знаток вед». «Вид». «Сложные слова переводятся именно как... «Ну, дойдем до этого». «Как два существительных». «Ну, у Фриша конкретно написано «Знаток вед». «Ну, как два существительных». «Да». «Хорошо». «Вид». «Ведать», «Знать». «На самом деле, «Ведать» — это не основное. «Ведать» — это второе значение. А первое значение «Вида» — это именно «Знать». «Знать». «Ведать» — оно, конечно, однокорневое. Хочется туда его подставить, но это не первое значение. «Скорее остановьтесь к изнанию». «Веда» — это «Веда». «Не стесняйтесь, давай». «Наман» — по имени. «Чарья» — ухождение. «Странствование». «Странствование», да. «Прощение, а «Наман» — это... «Разве не имя?» «А, наверное, просто имя, не по имени, да?» «Имя». «Нама» — это по имени, а «Нама» — просто имя. «Чар» — ходить, бродить. «Деви» — богиня. «Дева» — бог. «Сахасра» — 1000. «Счата» — 100. «Даша» — 10. «Да, отлично. «Был какой-то сбой в скайпе?» «Могуете включить снова камеру?» «Меня видно только Николай». «Да». 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 «Еще на всякий случай... «Деви» — то есть там... «И» — это длинная, и на неё отдыхание. «Долгая» — не длинная, а «долгая». «Долгая» — «Длеи». «Хорошо». «На че... «Пере...» «Ж~?» «Значит, а «ппере...» «Дрayı» — «Ачарья?» «Не-не-не...» «Если ониer окнационные вопросы не отвечаем, мы запомним. Леонид. Это первая или вторая? Вторую часть, в смысле, там, где предложение. А, Сид, Раджа, Нало, Ама. Жил-был царь по имени Нало. Варам, Етан, Верноми. Я выбираю этот дар. Да. А, Сид, Раджа. Как вариант, я выбираю это в дар. Это в дар. А, логично. А, Сид, Раджа, Парамандхармика. Это был, ну, очень справедливый царь. Сил не было. А вот в это время суток все-таки он очень справедливый, да? В этом понятии? Да, справедливый. Жил-был, значит, крайне справедливый царь. Так. Савитри вачанам увача. Ну, савитри... щас как бы... савитри держала речь. Да, держала, пронесла речь, да. Могила слова. М. Так. Щану... Так, а какой ш... какой шану? Ой, ш... шарну... Раджан. Царину послушай, пожалуйста. Да. Так. И... и... или... слушай... слушай... о, царь. Слушай о, царь. Ну, то есть, я подумал, это, наверное, должно быть более мягкое такое, не прям «слышь ты», а… Нет, явно не «слышь ты». Вежливо, да? Идти махабхараты прадхаммахсаргах. С ее есть первая глава махабхараты. Так, в первой главе махабхараты. В первой главе, да? В первой главе. А вариант «китак» в Махабхар – это первая глава. Не по-русски, конечно, но вдруг по-занглийски. Да, хорошо. Раз всем что-то попало, значит, тогда и Марине дадим. Ну, самый легкий кусок – это перевод третьего… Вай. Супатха – это долгая дорога или хорошая дорога? Хорошая дорога, ограничен с этим. Не каждая долгая дорога хорошая. Логично. Супутр – хороший шум. Супварша – сильный дождь. Сугхора – очень страшный. Да, очень ужасный, очень страшный. Хороший, но страшный. Сугхоша – сильный шум. Суджана – вот это сверхчеловек, нет? Сверхчеловек? Это Путин по-санскритски. Уберменш. Нет, это не Уберменш. Это просто хороший человек. Просто хороший. Судина – хороший клинчик. Судирка – очень длинный. Сукатха – хороший рассказ. Суккарма – правое дело. Суккарма – хороший поэт. Суккарма – хороший поэт. Суккарма – хорошо сделанный. Как же вы догадались, что дождь, он не хороший, а сильный? Ну как? По смыслу как-то. Я ошибся изначально переводил, а вы сразу. Вы же подсказку дали, нормально. А просто женское сердце, оно и чувствует. Да-да, конечно. Скажите, может быть. Считайте уже неплохо. Плохо? Можно опросить? Нельзя. Давайте. Вот там, где по поводу царя послушать, да? А можно перевести так? Допустим, «О царь послушай». Да, я же говорил, если это как обращение, как звательный падеж, то будет не царь, а о царь, да. Я знаю просто к тому, что вот эта вот частичка о, она не требуется… Да, частичка о – это звательный падеж. Погибший в русском языке. Не погибший в виде формы, а до сих пор существующий. Но не в виде падежа. Но не в виде падежа. Это тонкая граница, в которой мы сейчас не будем углубляться. А о царь его тоже не будем? Нет, не будем. А когда? Запишите все слова, которые у вас за неделю накопились на отдельном листочке. Ну что, у нас будет фонус? У нас будет фонус? У нас будет фонус? Ну, то есть, вот данный праведный фон можно перевести как «О царь, запитая послушай». Да? Занятие пятое. «Вырвай глаз». Чёрт. А, эти. «Три глаз». «Три глаз». «Три глаз». «Дошли, ура». Значит, в санскрите, по разным мнениям, разное количество звуков. По одному из вариантов 33 согласных, 14 гласных. В двух вариантах написания. Плюс дополнительные знаки. Лигатор, как уже говорил, порядка 807 штук. Из них часто употребляются 400. Действительно сложными являются 50. Пойто? 50. в лигатуре соединяются характерные части знака. Что такое лигатура? Лигатура – это термин письма, то есть, когда мы видим что-то написанное, когда два согласных слиплись вместе, это называется лигатура. Чаще всего две согласных, часто три, почти никогда четыре, и в одном случае пять согласных, а так это два-три согласных вместе, то есть, идут подряд две согласных. На письме это называется лигатура. Если брать уровень фонетики, то есть, звучание – это консонантный кластер, то есть, консонант – это согласно, кластер – некоторая группа спущения, то есть, всегда надо различать, о чем мы говорим, о письме или о языке. Когда мы говорим о языке, неуместно говорить о лигатурах, понятно? Мы будем всегда употреблять термин лигатура для удобства, но вы должны понимать, что нельзя звуки называть буквами наоборот, на самом деле, если все по-честному. Итак, характерная часть, да, пусть Николай мне это рисует на доске. А можно вот эта шара, которая вызывала затруднения, эта шара, которую мы разбирали? Марин, у вас сегодня что-то с микрофоном, то ли подальше, то ли поближе, он… Эхо создается. Не знаю, может, связь такая, просто все как обычно. Уже получим. Я пока рекомендую «Да». Я просто про шара вот эту шара, которая не поняла. Которая в прошлый раз была? Да. Мы ее так не разбирали, а я… Так, давайте на доске сейчас разберем. Не очень уверенно. Хорошо. Сейчас только надо идти, где доска? Да. Где я? Да, на доске здесь шпаргалка, с первого уровня. Николай, киньте доской, пожалуйста. Преподаватель. Как? Что ты потерял? Только я просил характерную часть, а это явно уже не характерная, а уже полный знак. Значит, надо убрать крышу. Так, вот туда. Хорошо. Напишите мне характерную часть от «ВА». 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 «Зеленый наград». Пусть напишет. Сейчас. Николай, это не характерная часть. «Стержен» — он не характерный. Убирай его. Вот этот элипсис характерный. Хорошо. «Зеленый наград пусть напишет. От «ma». «Ma». М А. Могу, я же могу. Ага, понятно. Да, я же женщина. Я как со нормального человека... Проехать. Я не са... И от га. И от га? Да. Аллигатуры бывают двух видов. Вертикальные и горизонтальные. Если вы посмотрите тибетский язык, то там всегда аллигатуры вертикальные, то есть столбиком. Если вы посмотрите современный учебник хинди, то там все аллигатуры, даже те, которые есть в нормальном виде, в санспеке, они все равно идут поездом. То есть... Горизонтальные. А в тибетском? А в тибетском, например, письмо, которое основывается на СМИ Порожественном Тивенагре, оно всегда идет столбиком. То есть... Ну, как бы нормальные, сложные аллигатуры. То есть один над другой, над третий, над четвертый. То есть... Сложно пороже забрать. Если аллигатуры бывают столбиком, бывают лежачие. В современных изданиях, в хиндизированных изданиях санспекса, тоже аллигатуры будут не полноценные, а вот именно поездом. Что некрасиво, но зато понятно. Значит... Первая разновидность аллигатур. В аллигатуре соединяются характерные части знаков. Первая разновидность... Горизонтальные. Слева направо. У первого согласного будет только характерная часть. Второй. Со всеми традиционными элементами. У первого согласного будет только характерная часть. Со всеми традиционными элементами. Слева направо. Слева направо. Слева направо. Слева направо. Итак. Это... Восемнадцатая страница прописей, которой, по-моему, у вас нет. Или правильный. Есть? Нету. Хе-хе-хе-хе-хе. А как так? Есть. Сканировать. Есть? Есть. Сложная тревога. Какая? 16-я? 18-я. 18-я? Я пока не вижу. У меня на 17-е есть. 17-е есть, я вижу. В Сильнеграде 18-е точно есть? Есть, и 19-е есть. А они где? На той же страничке или где-то? Ну вот была ссылка, и там с Яндекс.Диска скачать, и было. У меня там 17-е. Давайте проверим. Я вот здесь смотрю, я скину ссылку. Это там же? А, там есть отдельная бабочка, у меня 5-е занятие, например, там 18-е. Точно. Да, в этом занятии, да. Точно. А вот я. И мы открываем... 18-е. Да, если нет. Среди вас есть не только красивая, но еще и умная. И сообразительная. Итак, первое. НТА. НТА. Оторвали руки-ноги от НА. Плюс полноценная ТА. Оно какая-то не очень. Полноценная. Очень очень. Очень полноценная. Эй, 5 утра в субботу, что ты хочешь? От ТА. Да. Наезжаю, идти на моего места. И так, ваша задача написать как бы вот из чего оно состоит. В том виде, как у меня, собственно, в прописи. ТА. То есть, это плюс сто получилось... Неплохо получилось. ТО. Не надо. Вот так. Вот так, как я пишу. ТО-есть, элементы плюс и знак равенства. Не-не-не, я про саму последовательность, начертания. Сначала слева-права. М-та, с-ка. У вас равенство во втором случае что-то нарушили. Ну, предположим. То есть это должно быть с-с-ка. С-плюс-ка, да, даёт... Даёт, даёт, даёт... С-ка. Блин, так здорово, что ли? В Петербургу, из твоей хоккейной команде. Здорово, что вы начали говорить? Что на доске можно двигать предметы. Ну, да. И везде пишите латинскую транситерацию того, что вы написали. То есть, с-ка-н-та, с-ка-н-та. Угу. И третий. Простой пример. Николай, что я написал? Тахма. Последний. Тахма, да. Тахма. Угу. При соединении трёх и более согласных в одном слове... Пользоваться только горизонтальными видикатурами. Пользоваться только горизонтальными видикатурами. Это для облегчения вам жизни. Более трёх, ну, включительно? Трёх и более, да. Как сейчас видите, что... Пользоваться только горизонтальными видикатурами. Да. А будут ещё варианты, да? Я не понял оба. Но вы говорите, что пользуют только горизонтальными видикатурами. А какие ещё варианты будут, то есть, ещё будут, да? Вертикальные. А, вертикальные. То есть, их в принципе нет или нам не надо их использовать? Ну, ладно, использовать. В принципе, всё есть. Да. Все. И пишите пример. Это страшно писать на бомбе. Нет, это не страшно. Это нагромождение, но ещё не страшно. Да, когда там изменения самих эти, ну, пожёте. Там просто пропустят. Там просто страшно. А вот в данном случае это можно, допустим, хотя бы в две клетки написать? Потому что в одну и трафик. Пытаетесь это вписать в одну? Ну, по идее, может. Это у меня две клетки, да. Ну, в принципе, если очень мелко и по диагонали клетки. А влезет? Нет, по диагонали нет, по 30 градусов. А-а-а. Наклон 30 градусов. На север. А вот палубное линия накрывает весь знак? Весь знак. Вот в данном случае интересует место стыковки этих вот частей. Вот, допустим, между «са» и «я». Всё-таки место сочетания, то есть вот не на уголке, да, а прямо вот туда, в обнутую часть, да, уходит линия? Не принципиально. У меня оно может быть и на пуфе. Всё равно если обратно прочитать не получится. То есть это как бы в одну сторону. Не стоит принципиально. Серединка, она весь серединка. Но пузо, если будет ниже, значит упрётся. А они все соединяются или нет? Да, соединяются, разумеется. Разумеется. Графический знак первого согласного берётся полностью в... ДМА. Вот. ДМА. 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 То есть хвост «ДА» перерос в «МА». Понятно? Ого. ДМА. То есть мы «Д» не дотягиваем до... Донизу, да, оно подвешено в воздухе. Да, мы её уменьшаем, так? Да. Пропорционально уменьшаем. Угу. Угу. Какой кошмар. Д'Я! Мы опять же не дотягиваем даже... Даже петельку от «Д» мы отбрасываем и сразу переходим в «Я». А это что? Д'Я! Это «Д» и «А»? Д'Я! 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 Ну, она слишком похожа на «ДХ». Да. Как это... Ну, вот и пытайтесь, значит, среднее звено тогда загруглить, например. А можно вопрос? Ну, давайте уже. Даже не спрашивайте этот дурацкий вопрос. Можно ли вопрос? Просто задавайте свой вопрос. Ну, хорошо. Я... Сейчас быстро вот я вот такой вот «Я». Вот я привык, что «Я» вот оно вот так рисуется. То есть... Ну, хорошо. И... То есть, а у вас получается, что... А у меня закругленная. И как правильно? Нету правильного. У меня закругленная, у вас острая. Хочется. А вот так можно написать вот и... Вот мы сейчас вот... Вот рисуем там кусок от «Д», да, допустим? Да, напишите, напишите. Вот так вот. Нет, там кружок должен быть, не знаю. Там все равно должен быть округлость. Ну, теоретически можно. Только узнать это сложно. В моем случае это все-таки отличается от... Что вот именно вот эта вот, вот эта вот, вот эта часть, ну, которая... Такая вот она, как бы, ёшка... Николай, я понимаю... Лучше в данном случае пользоваться округлыми. Хорошо, понял. Это надежнее. Синограб, что я написал? Кна. Кма. Близко. Кма. То есть мы обрезали. Балкак. Леонид. 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 Я так подозреваю, что это Кья? Кья. Господи, какой ужас. Я не могу написать дома, чтобы это потом можно было прочитать. А не переживайте, вы все равно... Алигатура Кья... Вы не будете узнавать ее ни в книгах, ни на письме, поэтому... Не забивайте ей голову. Просто запомните. А вот... Я арбустил, а что это последний символ? Кья. 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 Я так и не сказал бы, да? Вот утром проснулся. Боже. Я понял, санскрит — это анархия. Вон еще вопрос. Я увлекся после... Вот с этим своим... Дья... Вот после Дья... Третий символ — это что такое? Кма. А, ДМА, да? Нет, постойте. Третий символ, что такое третий символ? Третий символ — это он же и второй, они повторяются. ТМА, ДЯ, КМА, КЯ, КЯ. Понял, хорошо. Значит, после КЯ, КЯ, идет ХЯ, но оно еще не нарисовано, не пугайтесь. ХЯ. ХЯ. ХЯ, да. ХЯ. Это устрашающе будет, я уверена. Да нет, всего лишь... Это я сейчас скажу, что будет. Это будет... ТУ... ГУХОРА. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот точно оно. Так, кто там балуется? Дети. Хе-хе-хе-хе. Как это писать? Вот. Второй получился лучше первого. М-м-м... Можно по частям препарировать. Ну, смотрите, написание ха, как обычно, только от среднего хвостика ха пошло дальше я. А, всё, теперь понятно. А мы сначала рисуем полностью верхнюю часть, потом нижнюю прорисуем. А, можно я попробую вариант ха? Ну, давайте. Так. Я большой любитель просто этого символа. Так, нет, отбой. Как бы вот так вот, как. Да, можно, просто проще его рисовать одним штрихом, не отрываясь. То есть, в смысле, я имею в виду, та часть, которая перерастает в я, хорошо, рисуйте низ единый. Рисуйте единый низ тогда. Если вы подхватываете его, ту разновидность, которая в нижней части идёт, то рисуйте одним штрихом. Давайте ещё раз. А, то есть, а, я понял, сейчас, да. Без разрыва линии. Да-да-да. Прямо от палки, да? Да-да-да. О, да-да. Палка должна быть у вас выдуманная в голове. Да-да-да-да. Вот так. Да? Да, только эту яшную часть нужно сделать более резко. Видите? А, яшную часть нужно сделать более яшко. Значит, можно будет подумать, что там написано какое-нибудь трогательство. А походу, да? А выглядит так красиво. Значит, это были горизонтальные лигатуры. Вторая часть – это вертикальные лигатуры, которые читаются сверху вниз. То есть, вертикальные – это три, которые читаются сверху вниз. То есть, нормальная, добротная лигатура. А тут, кстати, в Кочергино ещё хма приведу. Ну, оно нам ничем не близко, потому что оно построено по тому же принципу, что их я. А, я просто думал, это набор исключений каких-то. Нет, это просто пример того, как всё просто. Марин, что я написал? Ой, щас. Да. Понятно. Или нет? На. На. То есть, два на. На. Два варианта. Один на другим или… А, или наискосок, на пра. Да, или наискосок. А они оба включаются, или часть? Да, да, да. Хлокончики какие-то. Вообще, я сейчас понял, что вот до этого урока было, в принципе, не сложно. Мне кажется, так будет каждый урок. Да. Не, не, там вот до было как-то всё понятно. Галочки, крючочки. Сейчас. То же самое с кна. От стержня. Или по диагоналии. Упирается в место стечения, слияния ганг-хеммана. То есть, как кра, только с кружочком. Как кра, да. А, да, кстати. Ни фига себе. Уже аналоги, эти аналоги. Пошли. Да. Да хна. Да хна. Татуировки дхной. Знаете вообще, что означает хна? Что? Я могу фриша открыть. Ну, запишите себе задание. Что такое хна? Блин, мне ж... Что такое басма? Басма? Как? Басха. Ну, женщины красят иногда волосы басмой. Басха? Басма. Басма. Басма? Ну, Николай, вам домашнее задание басма. Да, выясни, что такое басма. Чем они волосы украсят? Скажете. И просто, как бы, зафигура в такой случай. Вы, видимо, с женщинами не контактируете, что ли? Да. Я, кстати, только на уроках санскрита. А, знал на уроках санскрита. А-а-а. На расстане. То есть Марина единственная женщина в твоей жизни. И то в стеклянной колбе. Итак, м-ба. О, баскетбол. А вот хнать, есть второй вариант? То есть мы можем все время эту палочку от Н делать с косом? Можно, можно, да. Всегда, когда плохое настроение, можете палочку отпускать по Диагональ. Хорошо. В общем, с мыслью, пускай и у тебя будет плохой день, да? Наперекосяк. Марин, что я написал? Пла. Пла. Пта. Птамет, восхищаю вопрос. Птамет, пташка. На таракана больше похожа, пташка. Раньше они все были в разных клетках, а теперь все в одной. Разделяем, а вот эти два повышария, УП и Т, мы их разделяем, или они в каком-то месте могут... Можно их слить, лениво соединить в одно, да. Ну, то есть, в Питере, получается, да, вот, что спал бы, оно вот, ага, да. Интересно. А это, видимо, шла, да? Да. Шла, шаша. Шла. Шла, птаща. Шла. Шла. Потому что я заметил за буквы «Щ» некую ветренность в плане альтернативных вариантов. Значит, н-н-н-ка плюс согласные первые варги. То есть, фишка какая? Вы должны понять, что эти носовые, они притягивают к себе и встречаются только с согласными из своего ряда. Понятно? Ни-фига себе. То есть, н-н-ка, н-н-ка. Николай, вы поняли, что я сказал? Нет. Там... Итак, в санскрите пять рядов согласных. Да, это я знаю, да. Каждый соответствующий носовой притягивает к себе согласные своего ряда. Понятно? Да. То есть, н-н-ка, возможно, а н-н-ча, н-н-н-г-ча, невозможно. Понятно? Да. Это радует. А это вот прям вообще-вообще всегда, да? То есть, нет? Вообще-вообще, даже на следующем занятии. А-а-а, я понял. В новом году пройдем исключение. А что значит, вот чисто логически у вас, n плюс n-к, это что? Нет, n, это просто раздел называется, n плюс согласные первой варки, а n-к это первый пример. То есть, рисуем в одну клетку пока. Это в одну клетку должно быть? Ну да, просто сплющиваем верхнюю часть. Ого. И в итоге получается просто синее пятно. Нет, кто-то еще не принимается. Ну как-то это не сплющивается. Это как? Это н-г-кэ? Н-г-кэ? Н-н-ка. Н-н-ка. А, то есть, там г такое носовое. Н-н-ка. Я понял. Н-н-ка. Когда вы хотите позвать своего котенка, вы говорите н-н-ка. Подойди ко мне н-ка. Это лет пять тысяч назад, да? На индийском, что ли? Да. Да. Н-к-ха. Н-к-ха. Мартис, а вот что такое это кха в су-к-ха и дух-к-ха? О-о-о. Ну. Я же вам сказал, отдельный листок. Как же парень после этого. Отдельный листок. Вот здесь, кстати, очень актуально, что нужна прям тонкая ручка, да, чтобы все это можно было в одну плетку рисовать. Да, но если сверх тонкая, она царапает даже. Да, я вот 0.7, у меня получается. На удивление. 0.5, 0.7, они удобные, а единичка уже такая жирная, что ибо уже клякса на всю страницу. Страницей. М-н-ка. 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 Получилось у всех? Да. Дальше. Э-н. М-н-ка. Бывает не только такая, а ещё стильдой. Значит, согласный какой в арке будут соединяться с н стильдой? Ча-а. А. Второй. А. Второй. Второй, да, второй. Это вам в помощь. чтобы вы не мучились долго когда встречат копник подворот ну-ка а это вот когда немцы немцы придут как в этом случае гопники просто тебе стольник дадут на парень что я написал ленин чат николай что я написал сейчас секунду я путаю эти три буквы все эти магические вопросы в отдельный источник а мне этот мне казалось что в салонистой линии там это вот не если бы у у этого полумесяца у него все-таки раз длины все что вы видели до этого это будет детский сад забудьте плюс д плюс вот это уже жестоко вот больше похоже на человека с аграфией то есть неспособностью писать это да и ва это нет это впечатление спасибо уже нет это ой-ой-ой да это было два потом два 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 блин такой лигатор и нет что я написал к видимо тк это все это все в одну клетку да то есть мы не мы не доводим не не можно немножко спуститься я же не 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 издеваюсь нет я потому что не ну а как правильно по получается уже в следующий заходит а в га и в га заходят санкрит будет радоваться тому что что у тебя было да начинаешь ценить простоту кириллицы да и сейчас когда пишешь какое-нибудь русское слово думаешь вот мы стали читать рэп а вот кстати вот чуть-чуть забегая вперед а если это будет 3 д д д и х это это в санскрите так не бывает главное везде записывайте транслитерацию я ее не пишу потому что карякули плохо передают тонкости транслитерации не читаем но вы всегда должны записывайте транслитрации потому что через неделю вы забудете читать ну слава богу в прописях у меня это все расписано можете посмотреть д баха ой д баха а это уже полторы клетки пустите у меня уже две с половиной проект это д плюс а баха а баха 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 то дна алексей что я написал дна дна дно вы достигли дна уже если дно то палочку справа надо еще палочкой чтобы достигнуть и нельзя его мы достигли дна дальше некуда мы изучаем санскрит д д д а д д а д д а д д д а б так д д д д д д Двойное утверждение. Похоже на какой-то другой символ очень. И не похоже, потому что это более жирные. У этого более упитанные те самые кружки. А, на вариант... Прям очень похоже. Смотришь и тоже можно упитанные. И всегда должен быть на умеренном корму. А вот ДД он всегда хорош. Ну ладно. Хе плюс. Хе плюс. А вот и дошли до... До ада. До хма. До хма. До хма. Нет, это не ДХМА. Это хма. А это просто хма. То было просто... То было Д плюс. Знаки. Первое Д. А здесь первое Х. Хма. Да. А это считается вертикальной лигатурой. Интересно. Да. Вааа. Сейчас, сейчас, сейчас. Не удаляйте. Не надо. Нет, нет. Я что-то. Я только сплющу, сплющу, сплющу. Вообще лигатуры в субботу в 5 утра тяжеловато идут. Я скажу так, а не в любое время всё-таки идёт со скрипом. Санскрип со скрипом. Да, со скрипом. Что я написал, Леонид? Хва. Хва. Хватит. Хватит. А мы можем написать, хватит, кстати. Хватит спать по утрам. Пора заниматься Деонагари. А мы хна записывали? Хна всем? Хна сейчас будет. А сейчас я что записал, Алексей? Тоже хва. Тоже хва. А-а-а. Это была попытка. Просто прицепить к кому, где больше нравится. Вот так лучше. К хвосту или к руке? Хна. А можно вопрос о части хат? Нижняя часть, она рисуется полукруглой или с острым концом, как в первом варианте? С острым концом. Да нет, она более круглая. Как поля круглая. Ага. Значит, ну вот та же самая, на... Не, ну это просто ужас. Детский сад, согласен. Да. Подготовительная группа. Написали? Вот два варианта. Ну, можно и так это назвать. Так. Марин, что я написал? Хлам. 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 На санскрите хлам. Хлам. Потом доверяем. Потом буду всем говорить, что есть такая мантра. Что у меня дома много хлама. Ом хлам. В принципе, мантру сделать не сложно. Берешь регведу, любой кусок и начинаешь петь. Да. И как бы вот тебе и мантра. То есть, я думаю, хлам там тоже где-то найдется. Непременно. Итак. Здорово. Что? 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 Это уже без х. Это с точками внизу пишутся. Ой. С точечкой. С точечкой. С точечкой. Что? 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 Блин. Ой. Что? Что это? Хвост как от ТА. Правильно. Вам не понятно. Да, внизу? А. Все. Я понял. А сверху. Что? Перечеркнутой по диагнали. Тазик. Перечеркнутый тазик. Да. Не вопрос. Что? Встречается. Встречается. В форме. ДРШТВА. Ой. А можно написать это? Не. Сейчас не стоит. Не? Узнавать что-то еще. Потому что там еще дыр. Дырлигатура. То есть. ДРШТВА. ШТА. Есть. Поехали дальше. ШТХА. 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 А мне слышно или нет? Да. Нет? Я так и понял. ШТХА. Я задам вопрос в конце урока тогда. ШТХА. Звучит как угроза. ШТХА. 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 Хвост задирается. Помните, да? ШТХА. 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 ну да я понял а вы будете делать умный вид что вы знаете ваш санскрит правильный что я написал алексей штва штва да у каждого должен быть свой штва а то есть это уже три согласных да да мы так незаметно перечли на три согласных а это безразницы два три четыре постепенно входишь во вкус все предложение в одну клетку я не что я написал что шить за палочкой штраф может штраф здесь количество штроба штроба ареста рабочком трубашку это палочка это штрафы это вот именно по как по последнему уроку да вот у нас было не единственная где есть такая палочка У каждого может быть такая палочка. Да, у каждого. Даже угласный, в принципе. Марса стал нефильмой, я его голос слышал, а его не вижу. А его и нету, Наташа. Коллега, я вас не вижу. А это... Ложки нет. Ложки нет. А это было просто заклинание. Произносишь штраф. Говорите, Николай, говорите. И происходит. А что говорите? Я... Что-нибудь... Марку одиноко просто. Возволь вопрос. Ага, так вот. Всё-таки возвращаемся к штайгу и к моему вопросу. Вот эта нижняя часть, которая соответствует тазу серебральному, у вас хвостик вниз. Это имеется в виду, что просто это как одно из написаний таз церебрального? Да. Потому что я знаю таз церебральный, ну, просто я его взял как основное. Это, ну, как бы, не хвостик, а... Николай, всё правильно. То есть я могу вот так написать, да? Да. Это хвостик вот так, да? Да. А вы сами управляйте своим хвостом. Ха-ха-ха. Это... Хвост вами. Сейчас вот так оно получается. Да. Как у вас получается? Да. А почему бы нет? А? Сегодня суббота. Сегодня можно. А это чё, это ж... На следующий занятий нельзя будет? Да. Это ж та, да? Нет. Ну, да. Просто у меня... Там для таз церебрального есть несколько вариантов. Вот так, вниз, хвостик. А-а-а. У меня вот... Николай, когда хочет написать слово «штатив», он... У меня... У меня гештальт не закрытый, извините. Просто... А... Почему нет? А тут... Нет этого. Как нет? А, да, тут нет же этого. Палочки не надо. Не надо палочек, Юсник. Я просто почему спрашиваю, потому что в случае лигатур, вот эти вот хвостики, они могут иметь значение. Но я предполагаю. Потому что мало ли чего еще вот... Пририсовывать вот... Хвост всегда имеет значение. Да. Я поэтому и говорю, что... А вот... Вот... К этому самому хвостику, который может быть или вниз, или вправо, или чуть вверх, что-то... Что-то может пририсовываться в абригатуре? О-о-о, это интересно. Одну секундочку, я подумаю. Угу. То есть, от типа написания, как бы, графемы. Ну, вот эти вот разные варианты написания влияют при написании лигатур. То есть... Я просто к чему? Все-таки какую форму лучше запомнить, чтобы потом не было проблем? При... Да. Я присоединяюсь, кстати. Боюсь, чтобы проблем не было. Это... Еще, кстати, да. Вот еще припомнил, кто-то из коллег говорил, что у Чха, например, у Чха есть как минимум три варианта написания. Это и Марк говорил. Да. И вот как бы, как тогда их использовать в абригатуре? Особенно вот, которое вот... Одно из написаний, которое представляет собой ну просто какую-то... А, да, там каракули. Вот, да, то есть символ, изображенный на каракулях, это как раз Чха. Вот, кстати, я вспомнил, на что было похоже... Да, на Чха. Смотрите, я вспомнил, на что было похоже... Да, она похожа на один из вариантов написания Чха. Ну, это возогнуло. Почему? Нет, вот одна троечка... Вот одна троечка с хвостиком, да. И здесь тоже получается троечка с хвостиком. Ну, тут очень большая троечка с хвостиком. Толстая. То есть в случае... Почувствуете разницу? Угу. Почувствуете разницу? То есть в случае с ДДА мы как бы вот эти полушария делаем больше, да? А в случае с вариантом Чха мы их маленькими делаем? Да. Ну, тогда еще вопрос актуальный остается по поводу вот этой кляксы с Чха и с... Влияет ли направление хвостиков в тат церебральном на будущее написание леготуры? Это звучит как прям какая-то докторская или кандидация? Да, да, да. Управление хвостиков в леготуры. Если холодко отвечать, влияет. Не будем углубляться. А есть там наиболее прием... ну, как бы, наилучшее написание вот из вариантов, если для лигатур? Есть такой? Нет. То есть, бери любой вариант и как бы поехали, да? Поехали. То есть это чисто такой творческий процесс, да? То есть мы берем... Дело в том, что такие лигатуры встречаются только в старых книгах. В современных книгах они упрощаются. И поэтому... А там всего один вариант. Вот как... В печатном варианте все равно будет так, как дал Николай. Я же пишу то, что как от руки пишем. Ну, в принципе, мы можем поначалу, так как мы все новички, мы можем ориентироваться на печатный вариант книги. Нет. Нельзя на печатный. Мы же не повторяем книги. Пишем как от руки пишем. Поехали дальше. Третий раздел аллигатуры. Неразличимые. Что? Подождите, а до этого что было? Мне кажется... Они все неразличимы. До этого было горизонтальные, вертикальные. А, понятно. Горизонтальные, неразличимые, вертикальные. Они по диагонали неразличимы. Диагональные, неразличимы. Хорошо. Ой. Марин, что я написал? Не знаю. Не отвечаю. Кшма. Кша, кша, кша. А, это кша. А она так странно выглядит. У меня странно выглядит. Я ее так не знаю. Это у меня странно выглядит. Хорошо, я напишу, как вы знаете. Да, вот скорее... Это какой еще раз? Кша? Кша. Кша. Кшма. Кша. Сей, которая с точкой подвиг. Теперь я написал так, как Марина должна узнать. Она скажет, что и этот она не знает. Да, я знаю, ну, чуть-чуть как-то он по-другому у нас давался. Вот вторая разновидность. В индийской традиции. Да. А вы сейчас напишите, как давался. А я не могу уже. А, точно, вы же, нет, это... Я же не полноценная. Эффективная. А в чем причина-то? У меня и мышки нет, у меня тачпэд. У нее ручки нет, она еще не заработала. А мышки продаются. Сейчас, и еще раз, чтобы я просто не ошибся. Ка и ша. Кша. Ну, кша получается. Две разновидности написания кша. То есть к букве к вообще не имеет никакого отношения. Почему? Сдержань имеется? А, ну да, это визуально. Ну вот, а почему не имеет отношения? Имеет. Просто ка обычно по-другому пишется, а тут тоже. Окей. Сдержань остался. А, то есть это как ха, только с дополнительной полной линии. Я не буду комментировать, но предполучит. Да. У меня просто получилось, так как мы писали, там не тройка, а просто такая, какая-то петелька, и не тройка, а просто одна загогулинка. Одна загогулинка. Понятно. Печатная, да? Да. Ну, вот, кого не хватило двух загогулинок, ограничивается одной, да. А, ну это печатный, да, вариант? Да, да, да. Это какая буква? Ну, то есть это... Это кша, кша, та же самая. Кша печатная. Да, да, да. Кша печатная. Ой, а можно еще второй вариант ее письменный написать? Что-то я... Вы уже все стерли, а я еще не успела. А сейчас посмотрим... Унду. О, круто! Магия. Классно. А нам еще объясняли, что типа кша это ка плюс ча, нет? Это сколько надо выпить? Ну, это в индусской традиции. Да, в какой традиции? Подождите, по звучанию или по написанию? Ну, я не помню, как там было, это было давно. Ча? Ша. Что это ка плюс ча. Как бы, как-то вот они, да. Как, в смысле, как ча, как чебурек? Как чушеску. Как чебураша и чебоксары. Нет, я не представляю, что надо сделать, чтобы вот... Не, ну, может, имеется в виду, правда, звучание? То есть кша, кша, кша. Да нет, звучание там... Алексей, там звучание как... Ша, древнерусская одна. Я тоже расшифровать не могу. Вот у меня написано, прошло полгода, я не могу понять, что я имелась в виду, поэтому и спрашиваю. У нас остаются вопросы к тому человеку, который вам это слышал. Я правда такого не слышал. Я хорошо отношусь к индийской традиции, но... Но должна быть мера. А у нас будут дыхья и джина. Так, собственно, вот, а что я сейчас написал по вашему... Да, вот, вот это оно. Сам не могу понять, что я написал, сейчас еще... А что это, да? Это... Джина? Джина. Джина. А, ну, джи... Джи... Различима. Тут в учебнике тут по-другому немножко. У меня начинается... Порисуйте. Ну, учебнике вот, если я правильно понял, так, а это... Джина с... С волнистой линией? Нет, вот. Да. А почему с волнистой, ответьте сам. Нет, я... Другая не может быть другая. Ответьте сами, почему с волнистой линией, Николай. Ну, то есть, это с волнистой линией, правильно? Ответьте, почему. Почему? Потому что в учебнике после часа идет джина с волнистой линией. Это не имеет значения, что идет в учебнике. Даже если он сгорит, вы должны понимать, почему после. Нет, я поэтому не понимаю, почему это сволнистая, потому что в учебнике по-другому, чем сволнистая. Сволнистая же чего? Вопрос в чем? Сволнистая, все правильно. Так почему сволнистая? Почему не с прямой линии? А, потому что они притягиваются к своему ряду. Точно. Да. То есть G не может? Да, не может. Смотрите, в учебнике там вот по-другому, там вот так вот как-то. Николай, важный сам принцип. Вы принцип почувствуете. Там вот так вот, еще есть палочка вот такой. Да, это старый вариант, в который случайно попал. Да. Да, есть такое дело. От модификации T это надо отличать еще. Да, и вот такой еще. Да. Где это? То есть вот это, то есть... Новая Кочергина. То есть вот эти варианты учебника... Николай, отсканировать или сфотографировать, и будет у вас вот как там, ну там... Ну то есть, ну вот, который я написал, это старый, нам лучше вот запомнить все, которые вы дали, да? Нет, лучше все запомнить. Но реально встречаться тот, который вы дали первым, у вас не будет. Второй может встречаться. А вот там именно троечка или вот... Нет, нет. Сделать анду. Анду? Анду. Анду, анду. Я не хотел записать предыдущий там. Анду. А вот только что вновь возродившийся вариант, там вот именно петелька-то есть? Или... Да, петелька... Петелька... Вот... Петелька именно в моем варианте? Нет. Это... Это домыслы Каррекули. А, я понял. То есть все-таки троечка, да, такая? Троечка, да. А, то есть там нет петли? А вот... Петли нет. Я петлю вырисовываю. У нас было с петлей. Родственник вилки прям. Так, а вот эти вот все... Все... Прописи у вас можно будет, да, посмотреть? Они есть, да? Нет, 19 они отсканированы. Они отсканированы. Как это не отсканировано? Была же. Есть? Не отсканировано? Здесь. Вроде была же. Иль, да, это очень... А вот... Еще можно вопрос? А вот эти вот ваши прописи... Это... Когда вы учились, да? Да. Это было 30 лет тому назад. 30 лет тому назад. Сколько же вам лет? Да. Я шучу, 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 шучу. Там год там написано. Тридцатый. Мы на эти прописи можем ориентироваться, да? То есть у вас там... Да, 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 да. Это верно написано. Не всегда, но ориентироваться... Да может же быть ориентир какой-то. Не допустим, неправильно. Может быть вы тоже учились, поэтому может у вас там... Именно это я и пытаюсь вам сказать. Ну просто я... Я просто к чему? Что если, допустим, кто-то будет по моим записям учиться, то это вряд ли чему-то научиться, например. Не-не-не. Нормально. Нормально. Даже если по моим, то неплохо получается. Не переживайте. Не так все плохо. Что я написал, Марин? Ой, сейчас. А, я знаю. Нет. М-м-м там нету. Там двух... М-м-м нету. М-м-м нету. Канаджанами. С вот здесь у насירская... Ни фига се... Кто я написал. Какой ёмкий язык, оказывается. ТТ... ТТ! А вот что 2020... ТТА! А в учебниках ещё палочка. Да. Ну ТТА, да... Это ТА. Можно мне транслитерацию? Сейчас... Мне два раза Т надо написать... Ну я Пистолет ТТА знаешь? А, нет. Пистолет не знаю. Вот теперь я знаю. А с кем можно перепутать? С обычной Т? Вот что я написал? Тра. Тра. Можно перепутать с Тра. А всё, я поняла, почему я не узнаю, потому что это первый кусочек от Т, маленький очень. Поэтому я и не узнала. С какой уродился. Да, у меня кочергина открыта, поэтому... А вот эта палочка? Вот эта палочка имеет значение или нет? А что это за палочка, Николай? Она в учебнике. Нет, я не спрашиваю, что в учебнике. Учебник сгорит, палочка останется. Что это за палочка? Я понял, это вирама, то есть мы заканчиваем. Вирама. Всё, пардон, пардон. Зачем повторять вираму в каждой негатуре? Смысл в чём? Ну, чтобы заполнить... Зачем она вообще? Мы... Мы же произносим т-т-та. Мы же не можем сказать т-те. Т-та. Это суббота и пол седьмого. Нормально. Я считаю, что это лучшее время для занятий с санкскритом. Ну, типа, сейчас без шуток просто. Ну, нет, да, я тоже согласна, но только для этого надо лечь часов в десять. Да, вот есть такая фигня. У меня тоже не получилось, и поэтому я согласен полностью. Да, мы спорили в скайпике до одиннадцати только. Что я написал? Шва. 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 Шва, брат. Кта забыли. Да, кта забыл, сейчас я вернусь, да точно потерял. Сейчас шва напишу и шча. Шва. Шва. Еще шва, блин. Ну, шва еще нормально. Ну, да, это понятно. Шва еще так это как-то нормально где-то. А это шча, это шча. Шча. То есть, вот ныненько, когда вы будете написать в скайпе ща, вот так сейчас. Запомним. Шча. Шчастье мое, да? Да. То есть, мы теперь, между тем иллигатурой, фактически запоминаем просто отдельно и держим его. Да, 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 да. А Марк свастику написал. Вы можете запоминать, можете понимать, можете не понимать. Понимать не обязательно. Кто это? Третий рейх. Кто это? Это Джон. Это Джон. А, Джон так записывается, да? Кта. А, Кта. Вот это сейчас совсем бывает кто, бывает кта. Это совсем неразличимо. Это совсем неразличимо. Зачем? У меня вопрос, как обычно. Николай, не стоит. А можно еще раз написать? Конечно, сейчас еще. Что такое? Что такое? Вот левая палочка, внизу которой она как выглядит? То есть. Левая палочка, которая так. А, все, я понял. Поним. Это знакомо. Это как что? Та, просто как обычно. Та. То есть вот это вот от Т, да? Слева вот эта вот часть. Та. А можно вести палку, которую вниз, не от, не от палочки, которые горизонтальные, а все-таки от вертикальной. Можно вести или нет? Еще раз нарисуйте. Вот. Потому что в учебнике вот эта вот, она… Таракан. Вот так? Вот туда идет. Вот так? Да, да, вот. Ну да, типа того. Нет, нет, вот именно даже не от пересечения, а вот прямо от палки. Ниже, да. Ниже. Вот так можно. 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 Отлично. Благодарю. Все, мы прошли тему, не которую вы их уже знаете. Ага, все высоко. Даже если вам кажется, что вы их не узнаете, это пройденный материал. Вы обязаны их узнать. Посмотрите. Последний, это кто у нас? Вот этот. Та. Та. Та? Та. Никто, а кта. Чтобы кто, надо еще… Та – это. Кта… Кта – что? Та – что, да. Уроки нерусского языка. Та – а про… Та – а про… Регрессивную ассимиляцию еще будет сегодня? Это неинтересно. Всё? Та – что… Мы берем избранные места. Те, у которых учителя эмоциональная связь с ними. Там, где не ржачно, мы не берем. А не бывает в санскрите не ржачно? А санскрите? Мы возьмем следующее занятие, мы пятое занятие разбиваем на две части. Для умных. Для умных. Итак, лилегатуры надо подсматривать в Кнауэре, смотреть список. Я все эти картинки по отдельности вывешиваю. Но мой вам совет, конечно, все равно, чтобы у вас была книга. Лилегатуры надо изучать долго и нудно. И повторять десятки раз. В частности, в Миллере открывайте, открывайте и в Кнауэре. Вот такой Кнауэре. Да, вот. А там разные. Если вы сейчас откроете, посмотрите раздел лилегатуры, вы увидите, что в том, где отдельно Кнауэр, там даются сразу два варианта даже лилегатуры. Тех, которых я не давал. Вот. Этот учебник уникальный, таких больше нет, когда даются два варианта. Значит, записываем по Кнауэр, по Миллеру и по Бюллеру. По Бюллеру? Кнауэр выложено, в частности, в папке тоже висит. И в группе висит, и в папке висит. А еще была выложена PDF-ка такая со списком лилегатур длинная. Да, картинка. Да. Значит, в частности, в этом списке используется как раз шрифт, который используется в современной Кочергине. А, я понял. То есть, ненадежный, да? Ненадежный, но для вас надежный, потому что он используется уже в учебе. А, понятно. Это где выложено чего? В группе ревнителей санскрита, там была PDF-ка недели три назад, наверное, если я не ошибаюсь. А, вот и там, где куча-куча лилегатур, да, было? Да, да, да. Там одна из праздновидностей, это как раз современный учебник в Кочергине. На самом деле, сначала я сделал список, а потом был учебник, но не важно. Кому не докажешь. Ну, сколько я помню, там были какие-то промоточки, такие сложные лилегатуры. Сложные. Так, лилегатуры вообще сложные. А там все, по-моему, там и простые тоже есть. Там и простые, и сложные. А можно посмотреть на какую-нибудь, которая из пяти? А из пяти? Лилегатуры из пяти согласны. А, из пяти? Не-не-не. Правда? Ну, там на самом деле все просто, там поезд идет. Вот я скинул ссылку на одну из вот эту вот страничку с этими сложными лилегатурами. Да-да-да. Да, это они. Вот это они. Угу. А это вот зеленый, синий, красный, это просто разные варианты? Это разные шифты. Разные шифты. Ну, следовательно, разные варианты. Ой, слушайте, а что-то какая-то вот если ее открывать в отдельной страничке, как-то нечетко. А есть более четкий вариант? Да, там PDF предлагается. Там в группе есть PDF-ка, и там можно и с ней делать что-то можно. Понял. В МГ, конечно, не блящет четкостью. О, так, так. Да, отлично. Красота. То есть можно, да, вот, можно брать с собой и зубрить, или... В метро-то. Эта тема сложная, и говорю, почему на две части разбиваем, потому что вы не будете все равно узнавать, поэтому берите разные источники. А это нужно все прописать? Конечно. Конечно, все пишем. То есть к каждой логиатуре попаду строчку, ну и как раз... Это получается одна, две, три, четыре страницы, плюс домашнее задание по кочеркине, еще полтора-три страницы. То есть домашнее задание «Мама не горюй». Да. Ого. А можно еще раз? Какие четыре страницы вы говорите? Нет, просто я вам... 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 Говорю, чем вы будете заниматься ближайшую неделю. Чем? Один, два, три... Четыре страницы лигатур, прописи лигатуры, плюс полторы страницы домашнее задание по кочеркине. Четыре страницы лигатуры. Мы... Какие лигатуры отрабатываем? А вот... В частности, которые давал я, будет не хватать, берете из учебника. То есть мы берем те, которые просто проходили сегодня, и их... ...несколько раз делаем. А... Знаете, так как мы сегодня не проходим регрессивную ассимиляцию, то... Вы этого не хотите, поверьте. Все равно дело нет. Мы переносим это на сегодняшнее занятие. Как вам это делать упражнение? В домашнем задании не будет? Вы сами прочитайте, потом вместе пройдем. Там ничего такого... А, ну то есть это не повлияет на... Это почти не повлияет. Я подскажу, там, где повлияет, я подскажу. Хорошо. Вы прочитайте, попытайтесь хотя бы... ...понять. Потом зададите вопросы в скайпе. В течение нескольких дней я вам отвечу. И про Ачарью тоже? Нет. Это отдельный листок. Под депешей в письменном виде. Да, да, да. А Ачарью мы спланируем, но никогда. Никогда всем подходит. Это так. Значит, вопросы? Просто шмутки. Как? Нет? Нет. По-самому, тут много, но... А кто такие шальвы? Тут написано, среди шальвов. Ну, народ. А Мадры тоже народ? Мадры тоже народ. Да, Мадры. И Мадры, да? А почему там вот в домашнем задании только четыре основных сословия, а вот эти вот, которые и мы, нету? А потому что в Индии же принимают... Они описывают нормальных людей, а не изгоев. Ну, чужестранцев-то. Чужестранцы тоже они же. Они не очень люди, так что... Ну да, это как бы... Скорее... Когда описывать людей, ты же собак не описываешь. Развидность собак не описываешь. Да. Вообще, довольно жестокий этот... Сословный строй. Шум-то. Вы же знаете, что слово «каста» — оно португальское. Да. Уфигасиве. То есть, к санскриту вообще никак, да? Отродясь никогда. То есть, и только варнчик, да? Да, только варнчик. А-а-а. О-о-о. И все. Стрывая покроваль. Да-да-да. То есть, какой касте, да, будешь? Опять же, в подвороте. Итак, печатный учебник. У кого у нас есть, получается, у Николая? У... Я придумал еще одно для себя название. Эрзац Леонид. Эр... Эр... Псевта Леонид. На руках имеется уже? Да, да, конечно. Так, осталась Марина? Ну я же недочеловек. Нет, мы же вам даем шанс. Так. Большой. Приятница. Купить мышку, ручку. И качергину. И книжку. Марина, давайте, не затягивайте их. Да. Я постараюсь. Вы сами себе усложняйте жизнь. Я подарок на Новый год тебе сделаю, да. Я уверен, что вы осилить это. Хорошо. Я бы вам послал свою, но мне тоже надо куда-то просматривать. Да. Хорошо, что у вас нет вопросов. Значит, регрессивная ассимиляция, следующая тема. Почитаем лигатуры, посмотрим. Ваша задача распечатать список лигатур вместо обоев. О, да. Вот этот разноцветный? Разноцветный? Да нет. Такие обои с ума же можно сойти. Нет, там где черно-белый. А может... А имеет смысл уже, может, лучше чего-то читать? То есть не просто лигатуры, а... По-моему? Не-не-не, в смысле. Я имею в виду учить лигатуры, просто взять какой-то текст на санскрите и пытаться его разбирать именно по лигатурному составу. Сейчас, одну секундочку. Лигатурному составу, мне уже страшно. Ха-ха-ха. Нет, достаточно вполне, просто их пока узнавать по отдельности. А, рановато. А вот я хотела спросить, есть такая программа, которая сарасвати, которая от слоги, а бибикатурной такой нету? Нет, нету. Может, запилим? Не стоит, это будет дольше, чем вы будете проявлять систему. Распечатайте, значит, все, у кого нет книг, получается, распечатайте тогда вот эти самые сканы мои, получается, Бюллера, Миллера, Кнаута. Распечатайте их и держите вот везде в туалете на двери, то есть везде. Отличный вариант. Вас оттуда будет не выгодить. Лигатуры, да, прям. А может, бизнес сделаем, этот? Рулоны туалетной бумаги, если у вас с лигатурой. Это кощунство, это не... Да-да-да, нельзя. Это тогда уже запор у человека случится, он не будет знать, то ли нахма, то ли нахлах. А, или на этих, как ее, на дезодорантах тоже, то есть там предлагали раньше печатать там курские произведения литературные, а на самом деле на делегатуре будет. А, так. Николай, у вас же нет вопросов. У меня, ну, были какие-то, но я... Уже забыли их, слава богу. Да, у меня вопросов и были, значит. Да, я пока не помню. Я вспомню. Марина, закажите в учебнике, начальник. Да. Я готовлюсь. Значит, сакция. Марина, а в каком городе живешь? В северной столице. А, сакция. Так, вообще, надо... Да, университетская книжная лавка. Не знаю. Там есть? Да, было. Было? Ну, если нет, это... Садишься в Сапсан, в Москву, в Библиоглобус, там точно. Университетская книжа. Их дешево и сердит. Да. А, был какой-то один вопрос. Вот. По поводу вот этой чха. Ой. Вот, по поводу чха. Один из разных писаний, где она похожа на Д, Только там с кучей витков Саму в себя Циркулируй падла вечно Называется разновидность Как? Циркулируй падла вечно Анекдот такой есть Циркулируй падла вечно Расскажите Рзат, Леонид, расскажите мне этот анекдот В следующий раз На санскрите Это Деванагра Вы хотите упражнение? Циркулируй падла вечно, да? Полный анекдот мне запишите на Деванагре Хорошо В чем вопрос? Там ЧХА Первый вариант прописи, который мы делали Он такой, знаете, там Месколько таких витков Сами таких в себя Да, ужасно Вот это где-то в леготурах используется Нет То есть вот такой вариант мы не будем Это сугора Какой-то вариант Сугора Из трех вариантов с ЧХА Что нам брать за основную часть Этой грофемы? Из какой прописи? Марина, я не имею Это не сугора Это Абхава Это гибель просто Нет, по-моему, таких леготур с ЧХА Давай посмотрите в длинном списке, что там дается В этом, разноцветном А, кстати, вариант Не мучайте меня, я уже мучился до этого Когда его составлял Вполне похоже, что тут и нет такого А если этого нет, значит, этого быть не может в принципе А, есть! Я нашел ЧХИ И что там? ЧХА и ИГРЕК Ой, а где? Какой там вариант? Это предпоследний листик, в самом верху Вот Ч, Х и ИГРЕК То есть Ну как это? ЧХО или что это такое, кстати? Вот, кстати Вот Когда я вижу СИ, ЭЙЧ и ИГРЕК Это что такое? Так, еще раз ХИ Пишите на доске, а то я не понимаю, что вы видите, что вы слышите Вот По латинице Там есть вот такая Транслитерация Это как? То есть Мы же никогда не использовали ИГРЕКа Транслитерация А она там есть Как это? Это Я Это Я же Это Я без А? Ну да Ну обычно вот так писали же Я Я это согласна То есть Там же может быть И Ю Там То есть То есть Вот без буквы А Вот это все равно будет ЧХИЯ, да? А там Это Верама Кто-то пишет Верамы Кто-то без Это не принципиально Ну вот Здесь просто есть вариант Вот как раз для ЧХИЯ Кстати Николай, это не принципиально Мое мнение Что в лигатурах писать Вераму вредно Потому что У нас может слиться С чем-нибудь Какие-то ложные ассоциации А Вот видимо взят За основной Видимо все-таки взят вариант Третий нашего написания Вот глупого Ну видите Вы сами ответите на свои вопросы Если у вас есть вопросы Открывайте И сами отвечайте На большинство своих вопросов И не мучайте преподавателей А у меня вопрос Кто убил Кеннеди? Учитель должен все знать Пока вы эту падлу будете выписывать Ваши вопросы потом уже отпадут А Блин Ну челлендж accept Конечно Ну как-то это очень Очень строго Наказано Алексей У вас есть вопросы? Нет У меня последний вопрос Есть буквы Ты честно Это последний Нет Нет Это заключительный Но не последний Вообще Да Да Не обещай того Ласт Ласт Но бэт Ласт Да Вот все-таки Я Она пишет Со мной Как я А если мы пишем Я с Верамой То как это читать Й Е Е просто Да Хорошо Понятно А А вот это вот Про Ахам Если Ахам по падежам Перекладывать То есть Там в каком-нибудь Вините Спрягать Спрягать Да Спонять Сплонять Ахам Допустим То есть Мне Это тоже через Ахам Склоненный Будет Нет Там Нет По-другому А что означает Тогда Допустим Ахам В винительном падеже А вот Мы где-то По-моему Даже Что означает Меня Меня Или Или вот Как перевести Это вот Ахам В винительном падеже Не усложняйте Марина Подсказывает Путь Меня Да А какой Путь Марина Подсказывает Марина Да Ну меня Я же Просто А Меня Я понял В принципе В русском Я тоже Склоняется Только Буквы Другие Сказал Как Буквы Не А тут Тоже Буквы Другие Вот Ме Да Ме Это Д А Д Это Какой Падеж Дательный Дательный Падеж То есть Ме Это Де А А А А Значит Не Пойдет Тоже Нормальный Язык Сами С тобой Русские Сам Спросил Сам Ответил Да Монолог Про Ачарию Я не могу Так Ачарию Где Пеша Мы же Договорились Подожди А что Во Фрише Нету Сейчас Мы Тебе Ачарию Твою Найдем Как Она Пишет Нет Эрзат Сеонита Она же Знает Что Как Переводится Ачарию Она Не Понимает А Тогда Никогда Она Не Знает Что Можно Вкрыть Словар Дональд И Видеть Как Она Образована Да Я Без Книжек Поэтому Для Этого Нужно Уметь Пользоваться Файлом А Ну Она Так Жень Плохо С Техникой Я думаю Нужно будет Сделать Занятие Посвященному Тому Как Пользоваться Электронными Словарями Словарями Шрифты И Как Набирать Диванагари Как Набирать Лигатуры Лигатуры Это Надо Выпить А Я Поним А Че Нету Нету Такого Софта Который Тебе Ты Набираешь Транслитерацию А он Тебе Лигатуру Есть Только Такое Есть Диванагари Тебе Лигатура Это Обман Ложки Нет То есть Вы же Пишите Просто Буквы А вот как они Отображают Это вторично Ну да 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 Все Все Я Насмотрелся На вас Слушался Я доводен Вашим успехом Читать Неплохо Для регрессивной Симиляции Пока еще Не готова Диакноз Диакноз Что такое Регрессивная Симиляция Регрессивная Симиляция Не готова И к редубликации Корней Тоже Да А редубликация Это Придержим Это Это Конечно Шутка Да Это Такое Есть Ну конечно Есть Повторение Корня А это Шутка Какие Шутки Могут Быть Можно В Кочергиной Об этом Посчитать А мы Будем Проходить Вообще Что Будем Проходить Правила Когда Слова Соединяются Санкции Конечно Мы же Уже К этому Подходим Собственно Регрессивная Симиляция Это Разновидность Названия Санхи Оооо В В смысле Встречается Н В точке наверху Что Это Нга Н с точкой наверху Мы это уже записывали, чему это равно. А можешь подпоставить? Марина вам уже правильно сказала. Что это? Да. Вместо палки. Вместо палки. Точка. Они равны. А, то есть N с точкой и N с палкой одно и то же, да? Да. Тянется значком наверху, неважно каким получим. Нет, нет, так нельзя, это страшно. Можно вообще чуть-чуть, да. Палочка, палочка, которая прямая и... Волнистая, да, да, да. Волнистая называется тильда, а прямая Макрон. Так, волнистая тильда, а прямая как... Макарон. Макрон? Макарон, да. Макрон. Макрон, это пирожное. Макрон. Макрон. Я же запомнил их Макарон. Главное, чтобы запомнили, а все остальное ерунда. А, то есть можно говорить N с лапшой. Дайте все поймут. Ну, что-то для понимания... Вопросов больше, я надеюсь. Нет. Мак, мы не отпускаем. Как дела? Никто не могут отпустить дичьи тебя. Алексей, получается, видите, вы уже тогда догоняйте уже, значит, письмо уже почти будет пройдено, получается, да? Да. Ну да, то есть лига туры повторим, почитаем, и вы будете свободны для вливаний. А этих это кого? Кришнаитов? Ни. Их догнать нельзя. А кого, кого, интересно же? Мучаетесь. Да что ж такое? Да я с анекдотом этим намучаюсь. А вот карма такая. А мы можем уже записать слово карма. Да, можете. Мы даже на прошлом уроке уже можем. Да. Да. Идхарма тоже. А такой же тоже вариант кармика, да, будет? Или нет такого? Это спец. Я такого не слышал. Просто одно дело дагармика, а другое дело кармика. Не все суффиксы продуктивны для определенного слова. Понятно. Поэтому не берусь судить. Из 400 тысяч слов, которые есть в санскрите, я не владею большинством из них. Какой-то макрокосмос. А насколько бегло, Марк, можешь читать Ригведу, допустим? Ригведу никто не читает бегло. В смысле читать, как именно читать бегло. А вот читать, чтобы понимать... А, так никто и не делает, да? Нет, делают, но просто скажем так. Вот я знаю трех людей в России, которые Ригвед читают бегло. Но понимать ее, я имею в виду, понимать, ну, все все равно прикладывают в силе. То есть нет такого. Ригвед — это же как одна строчка в космос, одна строчка в космос. Это же не повествовательная литература. Поэтому ее понять надо, сравнивать другие источники. Если понимать смысл всех отдельных слов, то это не значит. Как хорошо быть женщиной, мне и читать-то ее нельзя. Сначала учат санскрит, а потом учат отклонение от санскрита, отклонение ведийского языка. Тогда читают ригведки. То есть люди — это слой. Это, понимаете, это не только вам сложно читать будет. Это всем сложно. Почему? То есть сложные места, как говорил Злезняк, они действительно сложные. То есть Пураны в этом смысле попроще, да? Разумеется. Пураны — это дети. Детей, да? То есть для нас. Мы как раз подходим. Не, не, боюсь, боюсь. Я не шучу. Есть издание, прям Пураны для детей. А ригведки для детей не бывает. Да, это 18 плюс. И ригведки для умственных отсталых. Если будет ссылочка на Пураны для детей, то есть. Я вам дам, если напомните. Хорошо. Напоминаем. Прямо сейчас. Но там будет в письме Телугу. Да. Мы его же не знаем. Ладно, там выучим. На выходных в следующем время будет. Телугу выучим. Телугу. Телугу. Телугу Томильский — это там. Это плохой Девнагрый просто. А. Плохой. Писали на пальмах листик, поэтому получился грубой. А, да. Про лифи я знаю. А я тоже на пальмах листик пишу. Ничего. Начинаем. От вас фиг уйдешь. Такие классные все. Ладно, господа, значит, у вас большое домашнее задание. Так, как-то очень спустя. Распечатывайте эти листочки, обвешивайтесь. До следующей субботы. До свидания. Ровно в 2 часа. Всем пока. До свидания. Пока. Благодарю. Пока.